так ну и вот последний скажем так аккорд вот эти две трубочки в которых у меня вставлена проволочка одна ложится вот так вот сверху другая заходит под все стоечки подклеиваем нигде ничего не заворачиваем во всяком случае вот сюда наверх не заворачиваем ничего вот так вот эти трубочки когда вытащим форму да можно будет туда подклеить вниз вот вот эти трубочки на которые вот мы же сверху наложили а вот этот с поднизу выходит это просто потом обрежем или приклеим ее вот там вот на вот эту проволоку туда загнем сейчас пока просто подклеиваем вот так почему это нужно здесь нельзя делать такой загибки здесь будет ходить вот эта наша крышка которую мы будем открывать и закрывать поэтому здесь ничего не нужно делать просто на это подклеить потом можно вот так вот все это обрезать или загнуть вовнутрь и заклеить трубочкой торцы обрезаны сейчас вот эту проволочку но здесь вот на краешки я заправляю вот сюда только сколько это возможно сколько нам не пролезет чтоб потом вытащить ее краешек вот этот до конца сильно не надо потому что вытаскивать потом будет тяжело вот все она у меня легла видите и вот здесь я ее потом что сделаю обрежу тут у меня кусочек остался сейчас его не торчало так вот таким вот образом вот зайдя вот за столько рядов пробовать вот эта проволочка никуда не денется ее видно не будет с этой стороны делаем все то же самое заправляем вот эту проволочку вот сюда под рядочки наши точно также вытаскиваем сколько это будет возможно насколько она туда пройдет надо его тащить наружу чтобы подтянуть цепляет свободно все подклеиваем вот эту трубочку точно также загибаем вовнутрь там ее заправляем она у нас тоже с проволочкой это край уголок с этой трубочкой точно также заправляем вовнутрь и там ее обрезаем вот прям вот форму надо вытащить не буду сейчас это делать я просто напросто сейчас подклею чтобы она все это высохла и потом начнем заниматься крышкой вот с этим краешком что делать пока тоже ничего не буду делать пусть она вот так вот лежит любом случае нам сейчас вот нужно на все на это вот еще один вот так картонку потому что наша крышка наша крышка должна быть больше чем вот сама по себе вот это вот хлебница почему она должна у нас свободно ходить вот прям вот так вот ходить таким образом будет ходить вот так поэтому сюда сейчас подставляю картон набираю стоячки можно начинать обретать крышку вот эти трубочки сейчас подклеиваем вот хочу показать вам такие заправила краешек вот я вытащил отсюда форму вытащил и вот проволочка 1 вот трубочка с проволочкой другая под все трубочки который у меня были по три их просто на брасто подвела под обе трубочки вот сюда загнула почему потому что они же сверху лежали достаточно было простна просто вот так вот и втуда загнать а вот так трубочка которая лежала сверху вот она зеленая трубочка да я ее завела между трубочками между трубочками и вот эти две трубочки когда склеила друг с другом на уровне вот этой самой краешка вот этого от хлебницы вот почему чтобы потом вот это все нигде ничего не цепляла у нас вот так свободно ходила и теперь вот когда все это подклеилось можно спокойно вот это все аккуратно снизу срезать вот там внизу и все ничего не будет нигде цепляться главное чтобы отсюда наверх ничего нигде не вышло и плюс ко всему вы посмотрите здесь же у меня проволочка да вот ее можно вот так вот чуть-чуть вот так вот вовнутрь вот так вот загнуть чтобы нигде ничего не цеплялась но теперь можно будет приступать крышки чтобы сделать крышку сначала нужно сделать что естественно каркас этот каркас я сейчас сначала проволоку ставлю проволоку ставлю в трубочки покажу как сделать каркас и потом будем плести уже вот эту самую крышечку вот смотрите я обернула картоном вот неподвижную часть теперь нужно сделать вот такую вещь вот проволочки вот такой вот колечко колечко и нужно определиться с углом вот в этом месте будет будет это колечко хлебница будет должна заходить ну где-то вот так вот чуть-чуть скажем так вот нужно с углом определиться под каким углом будем плести вот нашу крышку вот пусть она будет заходить за хлебницу приблизительно вот на такое расстояние а следовательно и вот этот уголок вот он видите какой должен быть вот таким почти если мы здесь поставим вот так вот пробочку то наша крышка будет вот так вот открываться вот таким вот образом вот этот уголок уже вымерила другой должен быть точно такой же я не стала делать кольцо отдельно специально сделаю такую проволочку вот я ее согнула пополам отдела на нее трубочки еще даже не до конца не все потому что еще вот окручиваю вот так вот бутылочку получается вот такое вот колечко вот делаю второй уголок такой же точно чтобы был один в один вот так и вот здесь вот точно также загибаю вот так один уголок будет с одной стороны вот так огибаем вот таким уголок такой будет второй уголок вот он вот так отмерили все и теперь что делаем для того чтобы начинать работать мы опускаем вот эту сторону вот эту сторону здесь можно на прищепочки закрепить вот так чтобы наши колечки никуда не спадали вот эта вот вот темная здесь в onsite вот там вот вот вот, вот вот отверсти вvedo вот здесь мне л Twin помешает вот, так прикрутизаем ток я закрепила колечко с одной стороны, закрепляю колечко с другой стороны и щепочкой, вот так соединяю наши трубочки и начинаю набирать петель эти как стоечки как только стоечки наберу естественно вот эти вот петельки отсюда сниму прищепочки и уже вплотную вот так вот вплотную подвину их и начну оплетать. Сейчас нужно обратить петельки, трубочку выгодить, кусочек, чтобы она была двойная и первый ряд нужно учесть обязательно, что если допустим учесть то что это будет вверх вот этот краешек он будет как раз таки виден и вот нужно ли здесь сделать какую-то загибку нужно для этого решить определиться, а поэтому если допустим нужно загибку значит тогда стоечки просто подгибаем, подгибаем, можно их просунуть между проволочкой чтобы они были вот первые допустим зажать между проволочкой и кончики оставить и на этих кончиках потом можно будет что сделать вот проклеить их между трубочками и сделать на них загибку. Загибку наружную всегда можно сделать вот часто очки наберу включу не забываем учесть такую вещь что вот угловые трубочки надо ставить проволоку вот и они должны быть темного цвета для того чтоб получился рисунок потому что только темные трубочки у нас одинарные все начинаем дальше прокладывать сюда в середину наши стоячки по цвету как нам нужно но вот обратите внимание я закрепила стоячки и один ряд уже прошла веревочка чтобы мои встречи не падали к этой проволочке которые я уже говорила как я и совместила и привязала веревочкой свои стойки форме и здесь вот за колечки прицепила прищепками и теперь начинаю обратите внимание вот здесь мне нужно будет после того как я дойду до этого места до колечка здесь еще нужно будет набрать вот три стоячка вот не 3 . три трубочки еще одна один стоячок должен быть здесь как раз таки сейчас я вот здесь прихватываю свое колечко вот 1 1 стойки сейчас она у меня 1 потом она мне будет 2 потому что мне нужно будет вот сверху добавить еще что один стоячок где две трубочки вместе склеила начинаю первый ряд рисунка как обычно на темную стоечку вот троечку вот три стоячка здесь когда набирала согнула пополам вот эти кончики сейчас заплету вот здесь вот видно немножко видите да заплетутся их видно не станет чтобы они у меня что не выпадали на первых во вторых чтобы потом не пришлось опять вот так вот подклеивать как я сделала это вот на этой стороне если сейчас я их заплету подклеивать уже не придется вот таким образом стычки пока отваливаются сейчас несколько рядов пройду тогда они будут ровно вертикально стоять падать не будут пока прищепочками прикрепляю потому что больше нет что зацепить так вот обратите внимание вот она моя угловая стоечка в ней у меня что проволочка и зацепилась здесь нужно обрести и нужно и можно плотно плотно облегает форму почему потому что мы я здесь добавила картонку причем достаточно так она не сильно конечно толстая достаточно для того что потом спокойно нужно было оплетать прямо по форме прижимая плотно плотно до верха не дойдем как только до этого места дойдем потом уже будем примерять туда и наклонять и вот этот вот сам скос он определиться вот этой вот самой проволочкой вот видите прохожу таким же точно рисунком как обычно как мы прилили саму хлебницу но вот тут ничего сказать не могу обычно доходя вот до уголочка что буду делать заправлять стоечки обрезать таким образом будет плестись вот моя крышка как померить как сделать каркас я вам все показала как прикрепила на форму тоже показала как плести рисунок смысла не вижу показывать но вот я закончила вот эту половину вторую крышку самым здесь наклеила салфетку я ее наклеила прям вот так вот на плетенку тоже и чего для того чтобы игрушки не просыпались у меня вот если здесь оставить вот так вот плетенку то крошки будут просыпаться и решила и почту сделать не таким образом вот ее я же и таким образом плела хотела таким образом чтобы она у меня закрывалась но тогда теряется рисунок поэтому вот смотрите я ее просто перевернула наоборот вот так вот так вот я ее плела на этой стороне и вот таким образом развернув вот сюда вот так сейчас закреплю ее закрепить я ее вот с помощью вот таких вот муж мне тут предложил кое-что самое главное что вот здесь когда мы вот так вот сейчас вот ее положим чтобы для того чтобы закрутить чтоб между вот этой стенкой и вот этой стенкой было обязательно пространство вот так если я вот такую шайбочку сейчас сюда подложу еще таким этим гладкой гладкой стороной тогда расстояние вот здесь всегда будет достаточно для того чтобы потом можно было спокойно поднимать и опускать вот эту вот крышечку сейчас как я только все это закреплю вот у меня такие шайбочки тут вот есть чтобы вот не проваливалась у меня такая штучка будет сейчас как только все закреплю покажу вам что у меня получилось так ну вот все закрепила я свою крышку можно конечно сделать ручку но я думаю в этом необходимости нет пожалуйста вот так она открывается крышечка и вот так вот закрывается вот такая хлебница у меня получилось вот если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всего хорошего до скорых встреч до свидания